Продолжение следует... 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 Так, положительный. Отлично. Ну тогда приступим к делу. Мы открываем, по сути дела, первая неделя работы нашей академии. И первая тема, во всяком случае, в моей линейке, которая посвящена в целом электронному книгоизданию, книге знаний большими буквами и тем трендам, тенденциям, которые происходят на книжном и учебном рынке. И мне кажется, сегодня у нас одна из самых проблемных на сегодня тем, которую я прямо так и озаглавил, кризис монографии. Я за этим процессом, то, что происходит с монографией, слежу постоянно с большим интересом и волнением, потому что, как мне кажется, эти процессы очень тревожны и грозят для нашей науки образование нехорошими последствиями. Если этот кризис получит развитие и не будет каким-то способом преодолен. Ну а в чем он заключается? Постараемся компактно, но на довольно большом материале пройтись в течение сегодняшнего вебинара. Первый раздел вебинара – это будет обзор состояния рынка научного книгоиздания, тренды, что происходит прежде всего на рынке, на котором раньше монография себя чувствовала достаточно уютно. И если общим словом отразить ситуацию, то можно сказать так, при том, что стремительно нарастают объемы научного издания, печати, при этом происходит колоссальное такое же снижение инвестиций и кризис именно рыночного формата монографии. Ну а здесь показатели научной литературы, которые по преимуществу монографичны по числу выпущенных названий и по совокупному тиражу. И вы видите, что один из самых маленьких сегментов – это как раз научные издания. Они выделены коричневым цветом. Причем отмечаем следующий парадокс. По числу наименований коричневый наш сегмент один из самых больших – 22% тех наименований. По количеству, по совокупному тиражу – это один из самых маленьких сегментов. 1,8% от всего тиража книгоизданий. То есть сразу понятно, что вот если такая очень специфическая, и задачи, которые перед ней стоят, тоже непростые. Если мы вот эту картину возьмем в динамике, то видим тоже быстро растущие тренды. По числу наименований научная литература, впрочем, как и учебная, быстро растет. Где-то 5% за несколько лет. А вот по общему тиражу учебная продолжает расти, научная стоит на месте. При этом в учебную литературу по докладу о Роспечати входит и школьная. И она, собственно, в основном и занимает вот эти цифры, огромные тиража – 39%. Потому что учебная вузовская литература, так же, как и научная, демонстрирует очень скромные показатели. И в целом за 2008-2018 годы значительно изменилась структура финансирования и существования рынка учебно-научной литературы. Ну, вот на этом мы и остановимся. А это вот цифры в продажах, причем я тут включил и школьную литературу. И вы видите, научная – 4%, 5% – учебная, а школьная – аж 30% с тенденцией роста. То есть очень скромная ниша на рынке, при том, что по количеству наименований этот сегмент обеспечивает 40% нашего книжного ассортимента ежегодного. И надо сказать, что вот эти тренды, они как раз проявились за последние 10 лет. И ударные здесь были в 2008-2011 годы. Это именно встреча с цифровым форматом, переход на цифровой формат, который наш научно-учебный сегмент встретил как пионер, локомотив, и который пережил очень тяжело. Многие издательства ушли с рынка, все практически очень сильно снизили свои тиражи, ну и, собственно, рынок полностью перекроился. Ну, для примера, официальные данные издательства «Инфраэм» в эти годы, совокупный тираж снизился с 4 практически миллионов до 1 миллиона, почти в 4 раза. И совокупные доли по тиражу, вот в общем, в общей продукции, тоже с половины процента, довольно внушительно, до 1,1 процента. Вот, при этом постоянно растет малотиражная литература, и это, собственно, и есть научная литература, больше 51 процента, уже, по-моему, 54 в этом году относятся к литературе меньше 500 экземпляров. А вот обобщающая схематическая диаграмма, показывающая их соотношение, вот этих наших учебных и научных сегментов. По наименованиям вы видите, что научная выше всех, она больше всего продукции дает. По тиражу она ниже всех, то есть самыми малыми тиражами издается. Ну, и точно так же по продажам меньше всех. А школьная, вот школьная, она вообще определяет, все больше определяет наш книжный рынок, что, с одной стороны, говорит о том, что книга знаний, вот в этом турбулентном периоде цифрового наступления, книга знаний сохраняет свою позицию устойчиво, но, с другой стороны, это не мешает, ей тяжело себя чувствовать на рынке, и во многих случаях вообще уходить с рынка. А теперь, вот этот важный тренд, о котором я говорил, увеличение наименований и понижение тиражей. Вот он здесь более-менее заметно виден, хотя данные до 2016 года. И причина этого тоже очевидна, она в новых цифровых технологиях. Значительно расширились возможности научного самоиздата, понизился барьер входа на рынок печатной книги, и огромный рост изданий под авторской редакцией, без достаточной редакторской и издательской подготовки. И те новые вливания, которые позволяют расти научные книги, несмотря на спад инвестиций, это технология print-on-demand, это электронные издания, без всяких печатных, это вузовское субсидирование и авторское субсидирование. Вот об этих причинах мы поговорим немножко подробнее. Ну и обобщу те факторы, которые меняют нашу рыночную среду, которые мне кажутся ключевыми. Ну, во-первых, зафиксируем, что это всего лишь за последние 10 лет такие массовые изменения произошли. За это время возникло перепроизводство, удешевление продукции, цифровой дистрибуции, которые вымыли издательские инвестиции. Большое количество средних издательств потерпело банкротство, многие покинули этот сегмент. Также впоследствии этого и то, что библиотеки опустевают, а розничные продажи учебной литературы стремительно стремятся к нулю. Несколько причин вот такого не очень веселого порядка. Ну, во-первых, то, что этот сегмент целиком зависит от бюджетной сферы, и то, что происходит с нашим бюджетом, оно непосредственно сразу отражается на нас. Ну, а также демографическая яма, кризисы, все это подрывает экономические базы создательского благополучия. Второй фактор, он уже внутренний, о нем мы тоже будем много говорить. Это инициирование публикационной активности преподавателей, который породил некий публикационный взрыв, выразившийся в переходе на электронный формат и новый издательский подход. Тот подход, который я уже обозначил. Издание книги в авторской редакции. Монография сегодня стала преимущественной такой. И вся работа с рукописью переносится от издательства к автору, что, конечно, отражается заметно на качестве монографии. Еще очень важный фактор, касающийся учебников монографии, то, что цифровые технологии позволили авторам обходить издательские процессы. То есть, что-то делать самому там на коленке, а главное, легко обмениваться контентом со студентами, с коллегами. Теперь не требуется передавать кому-то, покупать в издательстве и отдавать свои книжки, только, может быть, для презентационных целей. Студентам раздается всякий там PDF и прочее, без больших сложностей, и совершенно без всяких затрат, соответственно, без окупаемости для издательства. И очень много создается собственного контента, не на основе издательского учебника. Еще важный такой фактор – это глубокое вхождение университетов, которые росли все эти годы, в издательский процесс. Практически у всех крупных университетов существуют свои издательства, даже типографии, они ими хорошо оснастились, и вузы активно печатают подобную литературу, то есть датируют ее и субсидируют. Это совершенно не коммерческий сегмент, соответственно, он и понижает цены, и понижает качество работы рынка, и в целом подрывает позиции коммерческих учебных издательств, особенно в сфере переводики. На этом мы тоже остановимся. Ну и, наконец, дистрибуция учебной и научной книги в большей части перешла в цифровой формат. Ну, прежде всего в ЭБС, ну и в открытый доступ, интернет, во все другие форматы. Для издательской книги, конечно, самое важное – это включение ЭБС, как способ потребления книги в вузах. И сегодня до 50% дохода издательства падает на вот этот вот канал. Ну и из вот таких факторов, которые влияют, меняют параметры, очень важен, конечно, экономический прессинг. Вот эта вот диаграмма, на мой взгляд, является одной из важнейших для понимания того, что происходит сегодня вот с книжно-печатным рынком. Мы отталкиваемся от точки окупаемости, от предельной стоимости книги и знаем, что чем больше тираж, тем книга дешевле. А вот очень большой ассортимент и понижение тиражей выдавливают книгу в электронный формат и в формат малотиражный, print-on-demand. Если мы берем за основу предельный тираж, а все это тысячи экземпляров, то, что экономически рационально, и сопоставляем с тем, что мы называем print-on-demand, то есть тиражи менее 500 экземпляров, то мы видим вот такую картину. Буквально в 2008 году практически 70% книг издавалось высоким тиражом и лишь 40% малым тиражом с большим отрывом. И вот эти две кривые стремительно сливаются. В 2013 практически 50-50 оказывается, а дальше разрыв растет в пользу малых тиражей. И вот сегодня уже, как я сказал, 54% это очевидное доминирование малотиражных изданий, в то время как оффсетные тиражи, они идут все ниже и ниже. И тенденция эта продолжается. Кстати, такой же феномен наблюдается и внутри самой технологии print-on-demand, потому что там есть технология издания сразу нескольких сотен книг, это одно. А и технология работы от одного экземпляра. Вот это настоящий print-on-demand, от заказа одного экземпляра. Мы, собственно, работаем именно по такой технологии, и тоже происходят постепенные расхождения, рост работы с одним экземпляром. А научная книга, соответственно, сегодня уже полностью перешла в сегмент print-on-demand, то есть малотиражной литературы. Ну и, соответственно, все вот эти изменения, они сопровождаются внутренним структурным изменением источников финансирования научной литературы. И вот на диаграмме коричневым цветом отражены реализации продажи учебной литературы, это большая часть, а вот эти три сегмента – это научная литература. И, как вы видите, на продаже коммерческой научной литературы падает всего лишь одна треть, классический способ. А вот вторая треть – это уже инвестиции со стороны авторов. Издать монографию сегодня – это во многом стало дело и деньги самого автора. Просто так уже он это не издаст. Ну а еще треть – это субсидирование инвестиций со стороны вузов и научных организаций, о которых я сказал. То есть две трети издания производятся не отталкиваясь от спроса читателя, а отталкиваясь от спроса и потребностей авторов и самих вузов. Соответственно, рынок определяется уже не теми, кто потребляет эту литературу, а теми, кто ее производит. И это, конечно, очень серьезный внутренний переворот. И еще очень интересный такой элемент, что монография перестала существовать в таком монолитном виде классическом, как мы ее знаем, то есть в виде книжного томика, который представлен на книжном рынке. Сейчас возникло несколько секторов, которые практически друг друга могут и не видеть. Ну, первое – это классическая коммерческая издательская монография в виде томика, о которой я сказал. Она, конечно, большинство составляет. А вот второй сегмент – это электронные монографии на платформах Born Digital, которые зачастую не имеют печатных аналогов. Многие из таких монографий даже на нашей платформе, они не существуют в печатном виде, не были даже ни разу изданы или изданы для автора в одном-двух экземплярах. Еще один важный перспективный канал – это канал открытого доступа, когда авторское издание уже не проходит издательство, а практически в виде самопубликации возникает где-то в сети, и к нему открывается открытый доступ, что, соответственно, подстегивает его распространение. Вот эти книги могут не быть вообще в ЭБСах и каких-то таких системах институциональных, они – это книги интернета, и их растет. И еще один феномен, который можно поставить рядом с монографией, это так называемые сборники виртуальных конференций. Ну, есть сборники конференций классических, там мы их оставим, а вот сборники виртуальных конференций – это феномен, опять же, этих последних десяти лет, мотивации публикационной активности, и они сегодня часто воспринимаются как синоним этого публикационного переизбытка, либо куда-то засунуть, вот то, что не входит в классический формат, публикационного маразма, можно сказать. Вот ценность таких конференций, таких сборников очень невысока, и тем не менее они заполняют наши цифровые каналы, там повышают, понижают рейтинги, в общем, вокруг них много всяких соображений, дискуссий. Вот, а кстати, классические христомати и сборники реальных авторских работ по различным темам, жанр, близкий к монографии, который тоже деградирует, и таких книг становится все меньше. Вот, но главный итог то, что если раньше монографии образовывали единое информационное поле в форме книги, которую можно было купить, можно было найти в библиотеке, то теперь эта монография, она как бы распадается по разным формам и каналам, и в одном месте практически нигде нельзя достать все. В одном есть одни, в другом другие. В общем, это стала такая распределенная, сложная система. И зачастую трудно найти монографию, трудно дать ее адрес, адресовать, где ее можно получить. Вот, ДУИ один из способов, который здесь помогает. Но в целом происходит распадение единого книжно-информационного поля. Ну, а дальше несколько моментов, на которые я хотел обратить внимание, что в этом общем организме сегодня выделяется такой феномен, как вузовский монографический поток. Это тоже специфические издания. Часто это работы сотрудников, или там диссертации их, которые по своим параметрам очень быстро приближаются к показателям коммерческих издательств. И сегодня практически по тиражам сопоставимы коммерческие вузовские издания, в то время как еще недавно они считались такой малотиражкой и некоторыми аутсайдерами. Тем не менее, хочу обратить внимание, что издательская деятельность не является профильной для вуза. Она и финансируется по-другому, и задачи у нее немножко другие, и поэтому она не очень вписывается в книжный рынок, она опять-таки разбивает единое информационное поле. Хотя в целом вузы стараются в своем большинстве встроиться и добросовестно относятся к своим задачам. Тем не менее, хотел бы цитату привести интересную американского университетского издательства, которое отражает вот эту специфику подхода, что совершенно не вписывается как в задачу университета и задачи книжек издательства. Ну вот он пишет, мы издаем самые низкотиражные издания по самой дорогой стоимости и ставим самые высокие цены на них, а затем пытаемся продвигать на рынках тем, кто в наименьшей степени не нуждается у них. Но вот это такая картина, мне кажется, она и свойственна и нам. Ну и подводя итоги, причины и последствия угасания научного издательского рынка. Обращаю внимание, что речь идет именно о рыночном аспекте, о других аспектах этого не наблюдается. Монография как часть именно книжного рынка. Но здесь я выделаю следующие причины. Во-первых, спад творческой активности отечественной науки. Мы здесь не наступаем, а отступаем. Мы скорее воспринимающие информацию и англоязычный контент здесь, конечно, играет первый скрипт. То есть наши ученые скорее слушают и учатся, чем ведут и лидируют. Второй очень важный момент то, что мировые отечественные научные рейтинги сегодня выстраиваются по функционной активности в переводике, а монографическая литература в ней практически не участвует и теряет соответственно свою актуальность и ценность. Дальше. Публикации растут, а тиражи падают. То есть цифровые технологии порождают кризис масштабирования. А издателю, бизнесмену интересны именно то, что можно масштабировать в виде бизнеса. Поэтому издательствам невыгодно заниматься научной литературой, никто не берет к изданию монографию. Соответственно, информационный рост переизбыток ведут к росту цен при стагнации бюджетов на научную литературу. Ее перестают покупать. Порождается конфликт издательств библиотек. Но об этом мы тоже еще скажем. Ну и наконец то, что научные и учебные коммуникации переходят в свободный цифровой интернет формат. Открытые научные архивы, свободная научная информация, имейл-переписка, онлайн-журналы. И вот это свободное пространство, оно стремится включить в себя и монографию. А если монография туда не входит, не становится открытой, то тогда это пространство не принимает ее. Что тоже очень проблематично. В итоге вывод черным цветом в России коммерческие научные издательства за последние 10 лет потеряли не менее половины рынка. Что выразилось прежде всего в значительном падении качества, а не количества изданных монографий. В чем это выразилось? Я это обозначаю межвременье. Монографии, они как бы зависли, никому не нужны. Вот если учебная вузовская литература хотя избавила обороты, но сохранила свою коммерческую ценность, то монографическая литература, она находится именно в глубоком рыночном и функциональном кризисе как жанр. Она никому не нужна. Ну, во-первых, потому что следствие информационного производства для издательств малотиражной монографии убыточны по определению, а для того, чтобы авторы их финансировали, для авторов они являются слишком дорогими. выход, который находится, это издание методом сам издата, принтон-деманта, ну, как я сказал, практически без услуг издательства, без дополнительной работы над книгой, дополнительной, которой всегда важный элемент добавляло издательство. Третий момент, то, что вузы библиотеки, в условиях новых ГОСов, приобретают только учебную литературу, которая учитывается в РПД, закрывает дисциплины, и практически не покупают монографии, потеряли интерес к монографии. Розничные продажи монографий тоже полностью упали, отсутствуют, они переместились на научно-популярную литературу, литературу, которая уже немножко стоит в стороне. То есть монографию утратили потребительскую, коммерческую ценность, их не покупают. И в то же время авторы издательства их не отдают бесплатно. Они все-таки опираются на прежние представления, потому что монография предполагает под собой в любом случае большую работу, они слишком дорого достаются. На них все равно годами работает. И вот так передать как статью в открытый доступ никто не готов. В общем парадокс заключается в том, что монографии вроде бы легко издать, но коммерческим путем практически невозможно издать, а вот так методом сам издать легко. но продать уже совершенно невозможно. И вот когда монографии не продаются, то соответственно все последствия из этого рынка монографии исчезает. Монография становится неким хобби, создаваемым и живущим только в открытом доступе. Очень трудно поэтому получить права на монографии. Они как бы никому не нужны. Никто их не собирает, никто ими не торгуется. Где-то они существуют, но собрать их очень сложно. Следующий момент, на котором мы остановимся, это уже внутреннее содержание. А действительно нужна ли монография? Не является ли она архаическим жанром, который вместе с таким триумфальным ростом периодики, практически полностью изживает себя и может быть совсем исчезнет. Давайте вернемся к вопросу, а что такое монография? Стандарт нам дает здесь некоторые пояснения. Монография это научное или научно популярное издание, содержащее полное и всестороннее исследование одной проблемы или темы и принадлежащее одному или нескольким авторам. Основная цель монографии обобщить имеющуюся на данный момент информацию об исследуемой проблеме, провести комплексное исследование предмета, представить научному сообществу новые теории решений, имеющие научную ценность. Это задача, которая несет себе книга, как формат большого текста. И конечно эти задачи вечны, нельзя их другим способом решить без привлечения монографии. Монография абсолютно необходима для ученого, поскольку она, во-первых, заявляет о нем как об ученом, его амбиции, во-вторых, помогает распространить комплекс его научных позрений, собирает во-единую точку зрения автора по разным проблемам, представляет результаты монографического исследования как публикацию, то есть переводит в публичное пространство. Вот эти задачи абсолютно необходимы, единственное, каждый ученый не каждый день это делает, и может быть только раз в своей научной жизни, некоторые обходятся вообще без монографии, если нечего сказать. Но вот, тем не менее, изложить крупную проблему в одном месте можно только в монографии. И, соответственно, ну, поскольку монография книга знаний, то и целевая аудитория монографии это в первую очередь молодые ученые, те, кто исследует междисциплинарные вопросы, и в последнюю наверное коллеги по цеху, которые и так друг друга знают, и монографии своего коллегии уже просто окончательно видят результаты проделанной работы. Я бы хотел обратить внимание при этом, что между монографией в социогуманитарных науках и естественных технических науках имеется огромное различие. Если для естественных и технических наук монография это все-таки не такой повседневный формат, основной информационный поток легко и органично направляется по статьям. Все научные коммуникации опираются на статейный формат. То в социогуманитарных науках все-таки не так. Особенно таких более близких к культуре, филологии. Монография здесь не только решает те проблемы, которые были перечислены выше. Она часто является единственным способом изложить вопросы по предметам. Потому что в социогуманитарных науках не столько отталкиваются от научной парадигмы, которые всеми приняты в научном сообществе, а очень часто есть необходимость изложить их прямо здесь. Первые главы посвящены методике, каким-то там основным базисным понятиям. То есть зачастую гуманитарная монография, она излагает всю научную парадигму от своих основ, тезисов, предпосылок и уже излагает те индивидуальные результаты, которые пришел автор. То есть очень часто ключевые базисные науки, они каждым гуманитарным ученым трактуются, интерпретируются немножко по-другому и это конечно он хотел бы изложить. Он как бы всю свою научную школу воплощает в своей монографии. Вот такого нет естественных наук. К сожалению социогуманитарная наука у нас немножко в загоне, поэтому собственно и монография как ключевой формат именно наших гуманитариев она тоже в таком же загоне. Хотя у нее есть плюс в отличие от естественно научной монографии гуманитарной она имеет как правило общественный интерес и очень легко превращается в такую научно популярную социально значимую публикацию. Поэтому собственно здесь единство с монографией с рынком нонфикшен с рынком научно популярной литературы. еще очень важный момент который опять-таки связан с природой монографии. Чем уже тема монографии тем правильнее тем она глубже тщательнее исследует свой вопрос и вот снижение барьеров входа на публикационный рынок он сделал монографии большую поддержку. Монографии становится больше и ее уже не так сложно издать. в общем тематика все более дифференцируется а зато вот тиражи все более уменьшаются и соответственно чем меньше тираж тем более подрывается коммерческая основа издания и возникает вопрос а как финансировать издание и вот мы с вами знаем что качественная более-менее качественная подготовка макета монографического издания в России стоит около 50 тысяч не считая тиража то есть это тысячи долларов по старым ставкам вот в США я прочитал из специальной литературы считается что средняя стоимость макета такой книги 11 тысяч долларов то есть в 10 раз на порядок на развитом рынке с качественной книжной инфраструктурой в 10 раз стоимость макета выше но при этом мы как я сказал даже вот эту тысячу для монографии сегодня найти не можем и издаем ее еще на порядок ниже за 100 долларов когда автор все приносит и мы только облекаем этот конечно но это и есть олицетворение кризиса монографии вот в отличие от монографии учебник все-таки остается тиражным изданием он остается еще в теме для издательства да а монографическое издание по сути дела сегодня это уже субсидируемое издание которое должен кто-то обязательно субсидировать автор вуз фонд и соответственно это уже не издательский продукт а некая услуга а основной заказчик и потребитель сам соответственно когда диктует когда спрос определяет не покупатель то есть не покупательский спрос на первом месте то возникает отток и опустение рынка научной литературы то есть именно на рынке именно за деньги нету мало при этом вот весь такой потребительский покупательский спрос он перетекает в смежные сегменты научно-популярная литература классика переводы и так далее вот но основной отток рынка это перераспределение в пользу научной переводе и вот здесь я бы хотел эту тему тоже осветить монография версус периодика потому что именно здесь основное перетягивание канала но прежде всего я хотел бы отметить что периодика совершила тоже грандиозный феномен она выстроилась сегодняшней современной коммуникации а самое главное определила систему управления наукой почему потому что переводика легко стандартизируется она периодик составляет журналы однотипные книжечки да которые строятся по близким общим правилам все состоят из статей небольшого формата объема одинаково стандартно представленные и вот эта стандартизация унификация она имеет огромный плюс для цифрового для цифровой экономики нашей электронной медиасреды она позволяет создать из статей единые реферативные базы данных позволяет реализовать поиск по этому массиву и создать единое информационное поле чем собственно и занимаются такие вот базы как скомпус в в в в в в ну а дальше по работе с этими базами можно отследить активность использования то есть цитирование статей и отследить по этому критерию авторитет ученого значимость статьи для науки позволяет транжировать статьи и журналы и вообще определяет результативность научной деятельности позволяет формировать иерархию научных успехов строить кипи ученых и даже целых университетов в общем вот благодаря этим свойствам национальные системы управления наукой превращают цитируемости публикации статей в отправную точку отчета в оценке эффективности деятельности ученых научных институтов как следствие интерес к иным формам научного знания значительно падает и именно поэтому монографии постепенно выпадают из системы управления и развития науки они становятся вторичным фактором и именно этот тренд определяет будущее если обобщить вот что я сказал ранжирование научной ценности журналов и статей ранжирование научной эффективности ученых ранжирование ценности научной ценности университетов с помощью таких же рейтингов международных наконец ранжирование ученых преподавателей внутри университета и причем международный характер вот такого подсчета и ранжирования вот все это дает некие параметры которые позволяют легче эффективно управлять наукой здесь ничего не поделаешь по сути дела благодаря этому реферативной базы данных является система поиска инвестиционных приоритетов науке каких-то руководствов к действию отправной точки для принятия решений в общем во всех пунктах управления наукой хотя мы все помним и часто даже говорим об этом чем больше вся система управления становится на этот единый фундамент тем больше она становится системой с плюсом и перекосом по сути дела опора происходит только на один аспект деятельности а выводы делаются по всему целому науке и поэтому зачастую перераспределение ресурсов которому это приводит становится несправедливо ну например когда заслуженный профессор имеющий много серьезных научных трудов монографических он оказывается в ущербном положении перед молодым ученым который настрогал там статей и разместил их интенсивно по многим журналам в общем не сработки вот этих формальных показателей они сплошь и рядом встречаются у нас в жизни мы охаем возмущаемся но система продолжает функционировать именно так и не иначе вот ну а еще важный момент что поскольку система научных коммуникаций перетекает в журнальный формат а потом в открытый доступ соответственно монографический от монографической книги все это уходит она становится не таким важным в наушных коммуникациях и в открытый доступ она не попадает соответственно она оказывается где-то в стороне что ведет к ее деградацию и если обобщить почему эта деградация именно как жанра происходит монографии то повторимся во-первых потому что монографии не могут быть включены в систему цитирования научных статей которые сейчас заполняют все и определяют библиометрию далее цитирование не является основой навигации по монографическому информационному полю если при написании статьи очень важный ключевой параметр это список литературы другие статьи которые цитируются то монографии она часто опирается на собственный задел не меньше цитирований и соответственно ее меньше цитируют сошлюсь опять на доклад и небольшое исследование пислякова в котором отмечается что цитируемость книжных изданий в разы если не на порядок ниже чем цитируемость в журнальных форматах вот поэтому если вы хотите высокий рейтинг то не думайте что монографии вам здесь сильно помогут нет они помогут очень мало пишите статьи вот соответственно это и делают ученые и чем более усиленно стимулирование публикационной активности в направлении публикации статьи тем меньше остается времени и ресурсов на работу с монографией вот еще один такой момент особенно для нас свойственной что монография часто является формой публикации диссертаций и это сразу снижает к ней интерес во всяком случае широкий научный публичный интерес потому что диссертации мы знаем как пишутся очень по-разному очень разные у них научные ценности и вот это огромное море сейчас стало популярным публиковать не только докторскую но и кандидатскую диссертацию вот но вот это все опять-таки замусоривает во всяком случае снижает ценность монографии которая раньше могла быть только действительно заслуживающая внимания работа какого-то именитого ученого который действительно что-то в себе несет вот дальше момент который идет деградация который был назван подрыв издательской инфраструктуры исчезновение единого информационного поля все это снижает качественный уровень научной коммуникации и монографии ну и наконец отсутствие мотивационной политики в университетах которая бы побуждала создавать монографии все это ведет тоже к снижению ценности авторским монографического творчества в общем если подводить итог монографии надо спасать они деградируют уходят из центра интереса из центра вложений инвестиций как временных так и финансовых и постепенно становится все менее значимым один из самых очевидных путей чтобы этого преодолеть надо включить монографии библиометрический процесс чтобы монографии также участвовали в управлении наукой также были важны для научной коммуникации как и стать ну а сегодня библиометрия проходит мимо монографии для того чтобы это было не так нужно формировать единые базы данных монографии учебников по стандартизованной системе метаданных точно также нужно включать на основе базы данных книжных изданий формироваться базы данных авторов такие как орхид в периодике ну и в основу библиометрии научных книг должно быть положено не цитирование а использование чтения и в общем-то эти показатели можно как-то отследить в частности в России сложилась система рабочих программ дисциплин где указываются наиболее важные учебники монографии для определенной дисциплины это уже некий критерий от которого можно отталкиваться как показатель ценности книжного издания ну и общее требование чтобы количество и формальные методы оценки не имели исключительное значение рассматриваясь только элементы одни из элементов системы контроля качества работы науки в общем необходимые платформы и базы данных электронных книг на основе которых могли бы строиться библиометрики и точно так же как с переводикой делаться какие-то важные выводы вот собственно это такой теоретический порядок а вот сейчас несколько слов из практики как мы работаем с монографиями и как можно в практическом режиме поднять ее ценность как вообще нужно в новых условиях работать с монографией во-первых начну снова с такого очень важного феномена что монографии у нас практически перешли в категорию born digital мы все ждем и ищем какие из книг начнут у нас действительно жить по этому принципу рождаться цифровыми вот на самом деле монографии потому что они уже все меньше вообще существуют в печатном виде курсируют фигурируют в основном в электронном но при этом здесь заложен очень такой любопытный парадокс с одной стороны для научной книги которая вот уже не тиражно электронный формат он становится первичным и доминирующим но при этом научные издания по своей форме они все еще стремятся выглядеть именно как печатные издания и подаются все время как печатные издания и в электронном виде выглядят как издания в виде pdf то есть уже с версткой на отдельных страницах ни e-pub ни какие-то другие форматы которые именно исконно электронные и получается что большинство монографических изданий это такое квазипечатные издания которые выглядят как печатные обязательно там должны быть возможности ссылок на страницы потому что цитирование оно опирается на постраничные указания но при этом все больше это все запечатные издания все больше умывается из книжного реального печатного рынка и уверенно чувствует себя только в цифровом пространстве вот ну и отмечу что вот для такой для монографии именно pdf становится основным практически единственным форматом поскольку он во-первых универсален и для бумаги и для электронного вида а во-вторых позволяет корректное научное цитирование ну а print on demand дает возможность такой книге существовать без тиража в случае необходимости создать один или два экземпляра как некий документ вот я считаю что баланс книжного электронного формата это новая формула существования книжного рынка и в монографии он воплотился с наибольшей такой частотой и яркостью это формат будущего тем не менее мы видим что пока еще в цифровом виде продажи невысоких вы видите сопоставление учебной и научной литературы средний показатель цифрового сегмента по рынку сверху это сегодня 4-5 процентов средние показатели доля учебной литературы в цифровом формате сегодня это где-то 30 процентов и средняя доля научной работы сегодня в цифровом формате это всего лишь 10 процентов то есть по сравнению с учебной университетской книги монография сильно отстает при том при том что как я сказал она по определению все больше цифровая при этом в реальных каналах она все равно еще очень мизерно и для издателя никак не компенсирует вот его выпадение печатного формата то есть научная книга в виде файла она как бы сама убегает из рынка ее там перекидывают друг к другу ученые где-то там выкладывают бесплатно а вот этот низкий показатель во многом по причинам вот этого невстроенности в рынок в рынок в том что она не может что издатель не может с ней работать понятным ему способом вот а понятный способ лучше всего реализуется в электронной библиотечной системе вот во-первых важно заметить что я вот абсолютно уверен что монография не перейдет в открытый доступ как это происходит с переводикой потому что все-таки авторы более ответственно относятся к своим книгам чем к статьям они сами неохотно передают в открытый доступ и монографии обычно привязаны к издательству которое уже само распоряжается правами и преимущественно работает на платной основе монографии практически не появляются в свободной сети вот электронная и соответственно наиболее органичные представления монографии в электронном формате в электронных библиотеках или ЭБС зарубежные аналоги Эпска ProQuest ebook небольшие библиотеки цифровых книг основа ЭБС это не периодически учебные научно-электронные издания то есть это как раз вот издание в такой форме в виде учебников монографии справочного контента издательской продукции ЭБС специализированные агрегаторы для научной продукции так перепрыгну я куда-то да ну а сейчас я немножко покажу по цифрам вы видите что в нашей ЭБС монографии составляет около 10% это не так много в целом научная литература гораздо больше монография это тоже определенный слепок научной литературы который всегда немножко эксклюзивен вот хотя в целом 10% это меньше того что мы хотели бы всего у нас представлено более 12 тысяч монографий и по сути делая это хоть и 10% это как раз та коллекция которая составляет костяк университетской науки с предметными областями прежде всего в области социо-гуманитарных наук а вот статистика использования монографии она конечно далеко отстает от учебной литературы красным цветом это учебная литература тем не менее монография это черный сегмент составляет 12% больше чем удельный вес самих книг и у нее достаточно активное использование отмечу что во всей структуре 50% это учебная литература вместе с монографией 85% это жанры обеспечивающие научную деятельность вот еще можно отметить что у нас глубина прочтения одной книги составляет около 30 страниц где-то 10% книги что говорит о том что для монографии очень важно быть легко доступной чтобы ей можно было пошелестеть справиться практически никто не считает 100% монографии работа с научной книги она всегда выборочная основывается на коротких цитатах и прочее и вот этот способ использования ЭБС представляет наиболее удобном виде можно легко найти по поиску можно полистать полнотекстовому поиску найти цитату в общем это все уникально в бумажном формате даже невозможно воспроизвести тем не менее вот наши вузы и библиотеки они не чувствуют этого преимущества ЭБС в монографии и не проявляют такого активного спроса наоборот часто речь идет что мы не покупаем монографии абсолютно неправильно вот наполнение ЭБС с наиболее с книжным монографическим форматом и наиболее представительные коллекции наши 5000 и более это истории естественной науки экономика филология правоведения религии философии литература вот и соответственно наши партнеры наушные издательства вот в целом у нас более 400 российских издательств из них почти половина это вузовская наука монографические монографическая литература практически представлена во всех из них а теперь несколько слов о проектах наших которые помогают навигации по научной литературе но особенно важным является наш проект именитый ученый за прошлый год мы собрали мы очень почистили этот раздел создали страничку для каждого ученого для автора и ученого с необходимой информации на которые можно посмотреть его все работы и написанные им и представленные на нашей ЭБС вот и мы обращаем внимание этот проект расширили за счет сотрудничества с библиотекой естественных наук ран и включили все книги академиков то есть работу которую ран провела за несколько лет на нашем сайте вы можете найти все работы российских академиков вот второй очень важный шаг это создание платформы монографии ресурс научной литературы он у нас получил название библиопланет и на нем собрано преимущественно как раз научно-монографическая литература не учебная более 70 тысяч изданий это почти в два раза меньше чем ВБС при этом состоит из базовой и предметных коллекций и ее особенность что она у нас продвигается на зарубежный рынок англоязычный поскольку оттуда наиболее явный спрос именно на монографическую литературу ну два слова о нашей политике комплектования монографической литературы ну вообще эта политика комплектования носит у нас универсальный характер мы стараемся представить все направления науки ну и стараемся отдать предпочтение качественной редакционно подготовленной актуальной литературы ведущих научных учебных изданий вот вот дальше ЭБС полезна именно для учебной и исследовательской научной работы своими инструментами поиска и что важно для издачи ЭБС форма прямого доступа автора к цифровым издательским технологиям интеграция с РИНС электронными каталогами информационно-образовательной средой все это у нас есть это окно мир современных научных коммуникаций ну и важно что ЭБС стал необходимым элементом ландшафта как качественная научная информация сегодня как мне кажется уже невозможно представить монографию без ЭБС хотя нам очень сложно собирать именно этот сегмент в силу тех причин которые я назвал в силу этого межвремени зависания библиотеки и не только поэтому в частности например за убежом практикуется бессрочная продажа книг библиотек и для библиотеки монографии это очень важно если библиотека покупает она хотела бы всегда иметь эту книгу в наших же условиях авторской ситуации книга как бы передается библиотеки на время а потом также может исчезнуть вот на западе эта проблема решена поскольку там другая немножко структуры авторских прав в России пока это перестройка только происходит а договорные классические договорные рецензионные договор он пока не позволяет вот ну в общем то это в этом здесь и говорится вот и наконец последний такой аспект построения библиометрии рабочих программ дисциплина который я говорил я это обозначил как идею но сегодня именно мы работаем над тем чтобы ее реализовать на практике и пару слов я хотел бы об этом сказать предпосылка вот такого подхода в том что в требованиях в ГОС 3 плюс в которых библиотечный фонд должен быть укомплектован изданиями основной литературы перечислен к рабочих программ дисциплин и модулей соответственно все сейчас формируют это так называемые книги по системе по спискам книга обеспеченности дисциплин а я хотел бы обратить внимание что упоминание использования учебников монографии списка РПД это как раз прямая оценка в качестве литературы по данному предмету о чем мы говорили и вот если эту информацию аккумулировать это позволит найти настоящих лидеров на рынке лучшие издания и лучший арт сегодня эта информация собирается но не целенаправленно АБИСа владеет программой управления учебным процессом отчетных документов вузов для министерства но вот в виде работающей такой базы на сегодня это нет и как показывает практика очень трудно ее создать поскольку вузы очень по-разному работают и хранят РПД и практически мало кто создает на основе этого какую-то базу данных которые можно переведить и быстро реализовать вот наш сервис книгообеспеченности это одна из первых попыток такого рода вот кстати представляю вам новый дизайн который этим летом был внедрен надеюсь что он будет намного комфортней для использования чем это было прежде помимо возможности для каждой дисциплины выгружать вот такие популярные списки литературы мы в нашей системе стараемся ранжировать и отражать книги которые наиболее часто используются для определенной дисциплины это как раз критерий качество выборки книги вот это все отражается в Excel таблице и здесь можно видеть соответственно самые востребованные книги по данной специальности вот и вот это не просто сервис это комплекс сервисов которым мы называем интеллектуальным сервисом книгообеспеченности буквально два слова этот наш сервис это такой платформен часть нашей платформы мы собираем по умолчанию данные по книгам по программам и учебным дисциплинам и фиксируем статистическое качество использования учебной литературы в разных вузах учетом того что у нас более более трехсот вузов каждый по 10 дисциплин 10 тысяч дисциплин в общем здесь налицо возможность собрать подобные данные и они будут весьма репрезентативные ну и соответственно имея такие данные мы с помощью изучения Big Data не просто пополняем контент а уже будем иметь возможность теленоправленно выбирать наиболее ценные книги и соответственно преподаватели могут их включать смело в РПД короче говоря ранжирование ценности книг для учебного процесса это библиометрический показатель их качества и в первую очередь это необходимо для учебников вторую их демография вот а мы решая эти задачи предоставляем три аспекта три сервиса книгообеспеченности первый это гарантированный сервис книгообеспеченности выражается в списке книг используемых для РПД конкретного ВУЗа его задача чтобы эти книги не уходили из ВУЗа на весь срок подписки второй сервис рекомендательный для наполнения РПД который я показывал сервис отталкивающийся от статистики использования присутствия книг в РПД ранжирующий от лучшего к худшему вот и наконец эталонный список книгообеспеченности это подобранный набор книг наиболее часто используемых в преподавании данной дисциплины других ВУЗов то есть он уже как бы готовый на наблюдечке заполненная дисциплина вот вместе с интеграцией САБИС и СРМ ВУЗов будет создана полная картина использования учебной книги в стране к чему мы очень стремимся ну а ВУЗ соответственно благодаря интеграции САБИС и СРМ сможет использовать эти данные в поседневном удобном порядке вот собственно все основные размышления по этому поводу а в заключении хочу представить прошедшую на прошлой неделе завершившуюся очередную нашу очередной конкурс на лучшую студенческую работу Бифест в пятницу на МКВЯ состоялось торжественное вручение наград по этому конкурсу отмечу что приняли участие работы из более чем 700 ВУЗов представлено 1200 работ ну а выбраны были 36 лучших победителей по 12 дисциплинам по 3 в каждой дисциплине каждый получил печатное издание своей работы то есть монографии награды выдавал председатель жюри жюри Алексей Семенов академик ну и помимо номинаций по дисциплинам был вручен приз зрительских симпатий Аникеева Анастасия Александровна Костромской госуниверситет и гран-при Королева Оксана студентка Тверского государственного университета за работу городские общественные банки в Российской империи первой половине 19 века вот такие у нас достижения такие молодцы студенты и мы на этом не останавливаемся вот как раз используя наш вебинар хочу анонсировать следующий конкурс который будет касаться именно монографии с 1 ноября по 1 апреля мы будем проводить этот конкурс приглашаем всех университет и всех университетских специалистов в конкурсе могут принять участие преподаватели любой из организаций обращаем внимание что они студенты вот ну а требования к монографиям это традиционно ценность научного содержания качество подачи оформления материала все работы вошедшие в шот лист будут в общем в качестве бумажных монографий вот и будут конечно отдельные награды для победителей так что вовлекайтесь своих ученых преподавателей участвуйте в этом конкурсе в поддержку монографии так насколько понимаем мы уже сейчас приближаемся ну да вот как раз фотография с МКВ ягрины все уже с наградами из диплом вот таким образом благодарю вас за внимание что хватило терпения для моего долгого рассказа сейчас взгляну были ли у нас вопросы 36 монографии вот вопросов нет еще можно их записать вот ну что ж тогда обобщу когда вы видите монография это часть научной жизни причем такая часть скажем так если не сердце то один из важнейших жизненных органов может даже и сердце почему при этом общие тенденции очень неблагоприятные монография находится под давлением и прежде всего касается она давление не столько количественных возможностей публикации сколько качественного содержания мы теряем монографию прежде всего по ее качеству вот при этом существует ряд необходимых мер изменить перекосы в нашем управлении наукой мотивировать более больше изданий монографии и вообще использовать ее учебно и научно жизни ну а выход для монографии в принципе лежит там где она и пробивает себе путь в цифровой электронной образовательной среде где монография жить намного легче где она гибче шустрее более проникает и доходит для своего читателя и лучшее место для использования монографии и работы с ней это электронная библиотечная система мы эту работу ведем стараемся сформировать очень качественную коллекцию но мы заинтересованы в спросе поэтому монография будет жить только тогда когда библиотека будет иметь на нее спрос и будет закупать вот эти коллекции ну что ж да все благодарю тогда за внимание уважаемые коллеги давайте поблагодарим Константин Николаевича за замечательный вебинар видимо Константин Николаевич не увидел вопрос про презентацию я вот предполагаю что как всегда Константин Николаевич свою презентацию в открытый доступ позволяет положить и вот своей долей своей волей просто взвел соответствующий флажок для того чтобы это можно было сделать кому интересно может презентацию получить скачать прямо из вебинара напоминаю что запись вебинара будет готова примерно через день два вы ее увидите в нашем расписании и на нашем канале на ютюбе всего хорошего до встречи в Директ Академии и напоминаю что теперь наши вебинары будут проходить каждый день приходите будет интересно всего хорошего до новых встреч не вижу значка для скачивания для этого вы должны Виктория Анатольевна вы должны для этого перейти вот примерно вот сюда сейчас я стрелочку покажу вот так вот наверх чуть выше наверное немножко неправильно показал верхний ряд кнопок справа серая папка кнопка на которой изображена серая папка на нее ткните пожалуйста справа от презентации возникнет окошко ресурсы в этом окошке сейчас есть строка кризис монографии и так далее далее нажимаете на зеленую кнопку слева от названия файла и скачиваете себе на компьютер ну что ж еще раз прощаюсь всего доброго до новых встреч в Директ Академии до новых встреч в Директ Академии до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...